Да. Но это была Вернякова для 120-го каточка. После того, как он отбился кое-как, и Эльф поставил свою базу, это уже для 120-го была победа. И сейчас он может победить, учитывая, что он вермы, у него по-прежнему 80 лимита, плюс реген ХП. Да, кстати, реген ХП, это тоже у них конский идет во время стонформы. Но они не сидят обычно долго в стонформе, они в стонформу и назад. Как раз для того, чтобы скинуть с себя все заклинания. То есть сели, встали, погнали дальше. У панды КД на винной пары 12 секунд, если мне память не изменяет. На вторую гарги не успеют вовремя сесть, но главное уворачиваться от первых. 120-го действительно ставится еще экспант на 7 часах. Он пытается... 5 винной пары, он формы не делает, капец. Там уже 80 лимита, деньги на руках есть, склепы простаивают, а стонформы не делает. Даже на первых винных парах эффективность гарг снижается почти в два раза, в два раза от первых винных паров. Представляете? Сдувает панды. Панда уже третья. Не, если мелкий будет таким образом продолжать, сливать гарг. Тем не менее, у Ла-Лайта тоже лимит не очень. Там еще экспант следующий ставится. Действительно. Вторая арба. Три стафа у Ла-Лайта. Три стафа. Фрост Вирм полетел. Такой пузатенький. Непривычно видеть такого Вирма. Но это китайская версия клиента. И, соответственно, у них костей нет. У них вот такая вот чайка жирная летает. Непривычно. Я даже подумал сначала, что это просто Айс Дрейк, или как он там называется. Просто вызванное существо. Чмыкач поддержал наш канал на 300 рублей и сообщает. На прошлой неделе они забрали весь Мур-Ант. Они сказали, что он пойдет на благое дело. Иногда им не хватает скилла. Он был Дримхаком. Но, по-моему, он слишком зазнался. Ты Дримхак. Он Дримхак. Интересная вариация. Рыбы нашей. На прошлой неделе они забрали... Почти пятый Димон. У Андыды 5-4. Увидел, наконец-то, что здесь третья база. Ла-Ла, это нужно что-то делать. Гиппогрифов достраивает. О, если сейчас еще гиппосы появятся в армии эльфа, и при этом не будет у 120-го стонформы, это конечное. То есть так нельзя вообще сражаться. Развалится только так. Фискоил нова на... О, Димка пятый, но отлетел очень быстро. Инвол. Свитокс. О, не кинутый этот. Не кинутый винные пары. Кинутый. Поздно кинутый. А он кинул винные пары после того, как у него почти все гипсов сожжали. Чем он занимался? Что там по контролю? Гарги справляются почти со всеми. 45-78. 120-й все-таки выигрывает. Свитка не хватает. Здесь еще одного андеда. Но там панда может умереть в следующую секунду. Раз. Став. Хорошо. 77-40. Ну, победа для 120-го. 1-1. Сидел только что, слушал, а тут стрим по DreamHack, как говорит Смукас. Да я понимаю, прекрасно. Сейчас, сейчас поддержу. А у меня рыбы нет под рукой. Ну ладно. Пара диспалится дистрами? Да, диспалится. Но он тоже не заморачивается диспалом паров. Наши будут? Конечно, наши будут не на азиатском, потому что у нас наших азиатов нет, а будут на европейском. А европейский стартует в 6 часов вечера. Артиллег, здравствуй. Смукус говорит, я запись в БК сохранил, там слышу. Итак. Бэмперфект, здравствуй. А че ты не приходишь, Пашечку погоняет? Трэп, как я уже. Ролик на рендере скоро будет в районе понедельки. Еееее. Неудивительно, что они забирают мою рыбу. Привет, Бонник. Добро пожаловать всем, друзья. Это снова ты. Без анонса сегодня первая часть трансляции. Ну это ради Муна. Он рыбак. Мун сок 120 лалает. Буду исправляться. Давай. Сегодня, может, тоже Фашечка будет, посмотрим. Он рыбак. Майдрим говорит, о, неужели я вовремя в этот раз? Ты пропустил только одну игру. Рисмайл говорит, сколько лет ждали готику от малькетера? Рыбу лучше не оторвать. Кажется, это было сотни лет назад. Но этим делом занимаются маги воды. На прошлой неделе они забрали весь мой лоб. Сказали, что он пойдет на плохое дело. Иногда им не хватает еды. А-а-а-а, это снова ты рыбак. Он рыбак. Капка против Дженни Кеджи смотреть будем? Да, но это же будет на европейском дримхаке опять же. Они идут друг за другом. Сначала Азия, потом Европа, потом Америка. По часовым поясам. И так я чувствую, как энергия течет, не зная преград. Рыба. Так, ну что там, игра будет? Хорошо. Иногда им не хватает еды. Америка нас вообще не интересует. Да, там самые слабые звенья находятся. Вот. Дикирик. Говорит, запала вторая готика, привет. Ну не то чтобы готика, просто рыба. Опа. Что есть, то есть, ты прав. Маша, привет везде, обман. Ты вроде и рыбак, а с Соколом сто миллионов лет не рыбачил. Мне кажется, что ты больше не чувствуешь, как карасики плывут, не зная преград. Я с тобой соглашусь. Соглашусь, пойду... Пойду Соколу напишу. Давай порыба... Нет, давай ему сразу в этот напишу. Ватсап. Привет. Гоу порыбачим часик в 17.00. Сейчас он начнет свое. Я на работе, да не пиши мне, у меня совещание. Ой. С этом Deutsche Telekom. Так, все, доставлено. Сейчас начнет съезжать с тем... Не зная преград. Сокол. Товарищи Нео, Ремодема и Тодд работают просто денно и ношно. Они как раз подписались и стримят и азиатский, и европейский, и американский. Дримхак. Ну, ждем Соколика. Ждем его ответа. Рейсмайл говорит, Диабло уже ждет две недели. А в Диабле что? Надо патч ждать. Надо ждать, когда Мордор добавит уников для коробочницы, когда он вернет нормальный урон ей. Когда мультиплеер подбалансит, то очень долгая идет игра. Не знаю, почему-то уже захотелось есть. Вроде позавтракал. Ща я метнусь, посмотрю, что в холодильнике есть. В Что, я нашел кефирчик. Он помогает сдержать голод. Сокол вчера вообще PUBG днем стримил. А-а-а. Вот так, значит, да? Ой-ой-ой-ой. Осенние листья. Варданчик. Понятник. Мы с вами не смотрели первую... Ну, вместе, по крайней мере, не смотрели первую карту. Я подключился где-то уже ближе к концу. На островах Эха была Варденка, и ее застраивали с игуратами и склепом. Но над Билсом. Там ДК был без Койла с Аурой и с Деспектом. Ну, чисто, чтобы выживать. Хорошая тема. Но... Не удалось. А, вчера в Германии выходной был. А по какому поводу, кстати, интересно. 13-е число. Вкуснейший кефир. В общем, ему говорили, позови Мишу, он не ответ... Но он ответил, что Миша работает. Единственный, кто работает на Гудгейме, мы начали следить, вспомнили ледокова. Но вот нехорошо. Вчера он мне ничего не писал. Ни в Дискорд, ни в Ватсап. Поэтому мне кажется, что... Я ему больше не нужен. Госпожа одобряет. Да, хороший клипчик. Ну... Кольцо в Орденке не особо помогает. Второго склепа нет. А Калита тоже нет. Это стандартный грейд на Т2. У 120-го сейчас он прожмет на 320. Не прожал, прожал. Чуть позже. А Варька проверила, что нет мне рубки и угрожает забежать к... Она могла оттуда не уйти просто. Мы-то знаем, что на ГГ работают только безумный дизайнер. Я сегодня планерку проспал. Это было ужасным. Но потом Виктор как раз мне все... Все рассказал, что было. Так что да, Витя, один из самых ответственных людей. Если не самый. Оп, минус Гулька. Сам добил. Вот можно по уровню микроконтроля, если сравнить текущий Варкафт с тем, что было там пару лет назад, или не дай бог, там 10 лет назад. Такого количества мелочей тогда не было. Чтобы в такой ситуации стандартом было добивание Гули, чтобы не достался опыт, такое было крайне редко. Гоу-гоу, говорит Хайни. Да ладно. Сокол отозвался. Найс, не опаздывай. Не опаздывай. Все, фулл на Топлару, спасибо за идею. Ну, Варка крутится рядышком. У нее арчи вместе с Бараком в другом месте крепились неплохо. Это ради того, чтобы побыстрее получить третий уровень? Или только через час, говорит. Ну, Сокол не понимает. Сейчас, через час. Через час. А там крепится Арчи. Нам не показывают, но они крепятся. Хорошо. Слишком дохлая Варька. Если бы по темпу немножечко побыстрее двигался Ла-Ла, там, Бараком, Арчами, то с третьей Варденкой было бы все совсем по-другому. Пошла нычка. Собирает артефакты слева на мастерской. Слиперс. Неплохо уронит. Ну, здесь можно телепорт отдать. Если бы было получше всего с разведкой у Ла-Ла, это... Размянулись они. Слаудерхаус, лечевка, две лорницы. Похоже, что будет в соло играть Варден. Варька не успела отлечиться. Это странно. Увидела гульку. Что ж, он не подлечился. Видимо, потому что не забегал на свою базу, то есть не было времени. Но он много времени потратил после уже сбора артефактов на беготню и поиски того, кого он может про это самое пробрить. Милосердие, привет. Меллойс, здрасте. Загамеза. Берс. Выходит 120-й. Его вполне устраивает ситуация, что у эльфа пока нет базы. Он делал разведку, увидел, что есть... Только что построился экспанд, но в целом он занимается скриппингом просто, и все. Все у него нормально. Хилвард используется для скорости в скриппинге, так скажем. Паладиновская аура. Против Варден не самый полезный артефакт. А у кого шансов больше? У 120-х же, наверное. Я думаю, в стандартной игре да. Но Улала это довольно опасная Варденка, и на этой карте она может в Соленово доставить много проблем. Ундеду. Вся бы не... Тут 50 на 50, я думаю. Добивает. Я просто удивился, что каждый же у него варя, а не козел, видимо. Ну, Улала, это же фанат Вардена. На карте, где ее можно прокрипить, он старается ее убрать. То есть Теренас, Эхо Айлс, карты какие-нибудь типа Низин. Две большие бутылки маны. Показывает. Опс. Хотя бы передать один нужный лечу. Рейнджика и пуш. А почему, интересно, пришел пушить на Мэйн? Там, где Мунвеллы. Посмотрим, ладно. Варденка четвертая, не переучилась она, это ошибка, безусловно. Хилл Вард. Светка лечения нет. 50 лимита минус Арча. Плохо отконтроливает Лалайет. Это может стоить ему игры. А, тайминговый магазин еще. Класс. Из Мунвелла, перед тем, как он разламывается, вытаскивает последний Мунджус. Хорошими койлами лечит. Но, тем не менее, пока козочек довольно много. Варденка сейчас перегруппируется, я думаю, в сторону магазина, зайдет, купит себе Ману и Арбу. Жизни Мана Арбу не взял. Не понимаю, почему. И тратить Мунджус на то, чтобы Дриат лечить. Стрельнул сейчас по своей Дриатке, только что видели. Дикой, конечно, всегда койлит отверстия. Гулы начнутся койлит. Компыль из Детоней. О, хорошая Мана. Мана дремонтирована. Если не было для этого Мана, то есть, что не было для этого Мана. Но варька наполовину пятая. В целом, может быть, и отобьется. С Арбой было бы все значительно проще. Там сейчас Финдын, вон, стоп, должны подстраиваться под тот же самый лимит 50. То есть гульки, естественным образом, отвалились. Может, и добьет. Свиток лечения, скорее всего, сейчас Варьку купит. Да, Свиток взял. Он такие Гриады битые. Хороший Свиток. Дык на дыку. Плохая позиция. Неясно, зачем здесь сражался Ла Лайт. Не Мунвеллоп рядом. Опять же, Арбы у него нет. Не, я думаю, что 120-й выиграет здесь все-таки. А, там Т-2? Да ладно, Фан, там Т-2? Да не может быть. Серьезно, там Т-2 у Эльфа? Соло-героем Т-2? Ну, извините, это проблема. Все, а так дым. Ну, ты два типа отбиваться от пуши с маздрядами. Обычно это делают, если ты играешь не в соло-героя. То есть те деньги, которые ты экономишь на покупке второго героя, в том числе и лес, ты тратишь на Т-3. Ну, потому что бонус получаешь, в том числе, для соло-героя 30% суммарно получается. Это странно. Ну, задавит, значит. К Дестроеру улетает на последних хитах. Я понимаю, что отбиваются часто от пуши с одной базы. Двумя лорницами. И... Ну, это обычно происходит с двумя героями, а не соло-героем, повторюсь. Поэтому я был прям уверен, что... Там Т-3. Там выходит уже Акалит. Правда, мимо пробегает, недоконтроливал немножко 120-й. Лес у него есть. Герои андэдовские очень прокаченные. Арба есть. Много рейнджа, много финдов. Здесь, если бы Варден была пятая, может быть, получилось. Во, Ритрейн уже, фан. Сайлент с просветком свиток лечения нужно юзать. Нет, это... Это минус... Минус Лалайт. А начал хорошо. Уже Абом больной. Там Дизиз вообще нечем лечить будет. Варден почти пятая, может быть, на нее рассчитывает. Все-таки Лалайт. Но там третий лит, четвертый ДК. Забейте, разница колоссальная. Там по потерям... Пошел телепорт. Варден четвертый, ножи. Тут же ее успокаивают. Да, ГГ. Следующий матч будет Мун против Сока. Многообещающий. Мун, естественно, фаворит в этом матче, но, тем не менее, Сок сейчас, наверное, может быть, даже самый сильный Хуман из оставшихся. Почему нет связки Варден ДХ? Иногда есть. Ну, Варден в соло качают часто, потому что, как любой соло-герой, она получает бонус, если у тебя Т2 или Т3. И, во-вторых, она такой герой, что почти все уровни Варден, ну, по крайней мере, ключевые, там, третий, пятый и шестой, они ее заметно на практике усиливают. Поэтому ее очень часто используют в качестве соло-героя. Сна и Харасик может, и Хирокилл может, и ультимейт у нее иногда вытаскивает целые игры. А если появляется второй герой, мало того, что ты теряешь бонус этот по Экспе, так еще и тебе приходится делить Экспу со вторым героем. Ну, простой пример. У вас, например, герой... Ааа, там, не знаю... Два героя второго уровня, вы получаете сейчас Экспы, и до получения третьего у вас, ну, герои сильно не растут. А вместо, там, двух героев второго уровня у вас мог быть, там, герой четвертого. Варден пятая, йос. Она пытается убить Акалитов, не получается. Да, топ-апдейт. Это понятно, что здесь Лавлет никак не выигрывает. Он потерял уже Экспанд, ничего не может сделать с вражеским Экспандом. Поэтому, извините, конечно, но он просто тянет время, ГГ. Решил не делать, это выливает. Для меня остался все-таки вопрос неотвеченным. Почему не Т3? Почему не Т3? Вчера ТГВ в ладере катнул Муна. Хе-хе, неплохо. А по какой страте?